Сегодня краткий обзор на пудру, профессиональную пудру, которую я купила на выставке Невские Брека от CodeColor корейской косметики, которая мне очень нравится. Я ей попользовалась несколько дней, даже почти неделю, и могу ее теперь уже объективно сравнить с рассыпчатой пудрой MAC Loose Powder из пупа. Что я могу про нее сказать? Пудра отличная, отличная в том плане, что она очень усаживает макияж шикарно, она шикарно матирует на день, то есть не так, чтобы совсем матирует, но сильнее, чем от другие пудры, немножко сушит даже мою кожу. Хорошо смотрится, не смотрится какой-то такой чересчур. Я ее наносила на Блемешбалм мой от Skin79. Очень здорово все фиксирует, макияж поправлять в течение дня мне требуется гораздо меньше, если обычно я два раза в день сейчас примерно припудриваться мне необходимо, то с ней я не припудривалась, по-моему, ни разу. Дополнительно только один раз промакивала лицо салфеткой матирующими, что на мой взгляд очень хороший результат. Но должна заметить, что до этого я пробовала обычной кистью для пудры наносить и эффект был обычный, то есть такого вот макияжа, такого усаживания макияжа я не наблюдала. И я решила попробовать наносить пудру вот этой кистью от Мак. Это Мак 187 кисть, вот такая вот она, дуофибра, сейчас немножко грязная. Я попробовала ей для чистоты эксперимента наносить вот как раз вот эту пудру Кот Кала, и как раз вот с ней она дала результат просто ошеломительный для меня. То есть сейчас у меня кожа намного более жирная стала в последний год, чем раньше была, и да, да, она прекрасно смотрится, матирует, делает кожу более ухоженной, более сияющей. Единственное, да, она немножко может подчеркнуть поры, поэтому если у вас есть какие-то проблемы с порами, необходимо хорошо увлажнить эти части лица до нанесения макияжа. Обычно это хорошо помогает. Не какая там тональный крем подобрать, не базу, хотя база силиконом, конечно, не спасет. Просто хорошо увлажнить, и тогда просто вот эта пудра, она достаточно такая, с этой кистью становится матирующей, и она когда сушит кожу, пора становится более заметна. И также для чистоты эксперимента я наносила Мак вот этой пудрой, вот этой кистью, пудру Мак Селект Шир. Эффект, вот у Мак разницы нет, что наносить ее вот этой кистью, что обычной кистью для пудры, то есть разницы по эффекту особого нету. Даже обычной кистью для пудры, наверное, лучше, потому что получается более плотное покрытие. С этой кистью вообще получается очень-очень легкое покрытие. Этой пудрой с этой вот кистью Мак 187 вообще шикарно, это идеальное сочетание для меня, так что буду вот им его и придерживаться. Всем рекомендую попробовать, если вас заинтересовала эта косметика, и вы ее где-нибудь следите, именно вот с этой вот кистью. И вообще, попробуйте вашу рассыпчатую пудру, если у вас есть такая вот кисточка Мак, наносите вот этой кисточкой. Не тональное средство, а именно пудру. Очень здорово, мне понравилось. Такой вот краткий обзор, надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за то, что вы были со мной. Пока! Пока!